чтобы за место новенького юсб хаба тебе не прислали груду камней а ведь такое бывало мои неевны с вами всем привет и сегодня с реакцией на видео с канала за коту называется оно как меня на почте пои расстроили его расстроили грустненький он давайте смотреть как я потому что болею всем привет вам когда-нибудь приходили по ссылке и как понравилось да я понимаю что фифти 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 мы так или иначе пользуемся услугами почтовых отправлений даже заказывая еду по сути нам ее присылают курьерской службой сейчас развилась огромная куча различных коммерческих компаний которые борются за наше внимание деньги и посылки предлагая удобные услуги быструю доставку минимум бумажной волокиты но есть среди них тот чье имя не произносят в приличной компании тот кто стоит особняком и плюет на все нормы устои и правила тот о котором ходят легенды почта я заметил что последнее время стало так как почта нас тоже она довольно нас новая почта прям шикарная прям вообще я обожаю новую почту господи она лучше а вот почта укрпочта там тоже конечно проблемы с севелокита и скорость доставки качество доставки так же они и вокруг этой организации то ли работать стали лучше и то ли тщательно скрывают свои преступления но ничего мы это исправим вообще у меня с почтой достаточно абьюзивные отношения где абьюзер она и длятся они еще с нулевых да я не должен был так долго терпеть эти унижения но у меня не было выбора в то время частных контор занимающихся логистикой было не так много если они вообще были поэтому заказывая очередную посылку из китая каждый раз приходилось молиться чтобы за место новенького юизби хаба тебе не прислали груду камней а ведь такое бывало 10 посылок до меня в целости и сохранности доходило штук 5-6 в остальных случаях либо приходило совершенно не то что я заказывал либо вообще не приходило навеки затерявшись в почтовом лимбе сейчас вообще грустно на самом деле лучше но увы не идеально важно понимать что все претензии у меня не к самой организации а к ее персоналу но как говорится сотрудники это лицо компании так что вот вам история после которой мой пукан мне кажется если вы были хорошие условия давала бы компания то там хорошо бы работали тут скрывается компании плевать поэтому и сталин тоже недавно с одного известного маркетплейса мною был произведен заказ набор болтиков для мотоцикла в нашей стране видимо такое чудо инженерной мысли делать не умеют поэтому заказ доставлялся из китая а в таком случае часто бывает что заказ принимает не сам marketplace а наш сегодняшний герой теперь немного вводных возле моего дома есть два отделения почты оба примерно на одинаковом расстоянии для удобства буду называть их отделение а и б территориально мой адрес закреплен за отделением а но посылку я отправил в отделение б так как до него удобней добираться все закрепили информацию так вот спустя примерно месяц после оформления заказа мне приходит заветное сообщение уважаемый михаил закатунович ваш посылка ожидает вас в отделении b для получения не забудьте свой паспорт наконец-то я быстро собрался завел машину и отправился за своими болтами на месте меня ждала очередь из бабушек да и скажешь пенсию в обычно получают которых не стояло в ней за посылкой что они там делали а я скажу да вы и сами в курсе я уверен они получали пенсии и платили за коммунальные услуги на почте в одной очереди со мной человеком который пришел просто забрать посылку а у большинства пенсионеров же знаете как они ходят туда со своими блокнотиками где записан каждый киловатт энергии и миллилитр холодной горячей воды и не дай бог в окошечке назовут сумму превышающую ту которую насчитала эта бабушка хотя бы на 50 копеек все скандал обеспечен и я не виню стариков не они такие жизнь такая ну да чему не сделать для этого отдельное окошко по крайней мере в моем отделе я все тоже возмущала почему не сделать отдельное окошко для вот этого и для выдачи посылок это же было бы логично почему должен стать очередь на в курпочте на все что угодно и кроме того чтобы люди почти никто на посылку не получает можно я заберу посылку и пойду это к вам не надо подумал я спрошу может меня пропустят вперед но нет не на того напал в помещении стала настолько душно что мне пришлось выйти на улицу Я антимайни, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что, потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой, но в майни-шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании, а мы продолжаем смотреть видос. Наконец, спустя полчаса, очередь до меня все-таки... А, ну полчаса еще не так много, на самом деле. ...ки добралась. Здравствуйте, я за посылкой. Трек-номер такой-то, фамилия такая-то. Здрасте. Ого. Ага. Тут такое дело. Я отправила ее в отделение А. Что? Зачем? Ну, оно к вашему адресу прикреплено, я подумала, так будет лучше, вот и... Ладно, я понял, спасибо. Окей, ну ошибуешь, женщина, с кем не бывает. Сажусь в машину и отправляю в соседнее отделение почты. По приезду... А они с Аннабет отправили? Что меня ждет? Правильно. Отряд бабушек, которые стоят в очереди, чтобы заплатить за квартиру на почте. На этот раз я даже спрашивать не стал, чтобы меня пропустили, так как мне одного их взгляда хватило. Победив очередную очередь, подхожу я, значит, к окошку. Здравствуйте, вам мы отправили мою посылочку из другого отделения. Могу я ее забрать? Здравствуйте. Да, действительно, она у нас. Подождите секундочку. И начался поиск. Минут 10 они ковырялись в груди мешков, конвертов и моих нервов. До тех пор, пока не пришла какая-то Наташа, которая выкидала как бы из этой качалки и говорит, что-то потеряли. Да, посылку с такой-то фамилией ищем. А, так я ее в мешок для отправки в отделение Б положила. Да, увидев на моей посылке адрес другого отделения, они сделали логичное заключение, что посылка попала к ним по ошибке. Но мне от этого легче не стало. Ага, так может достанете ее оттуда и все? Не получится, он уже опечатан. Но ведь цена так близко. Молодой человек, не переживайте, заберете свою посылку через два дня в отделении Б. Да, два дня. Два дня. Но ждать, чтобы посылка из отделения А попала в отделение Б. Хотя они живут. Ну это так обычно. Вот, вот, вот. Я понимаю его боль. Между ними всего 4 километра. Я тоже, когда заказываю что-то, а мне отправляют, но отправляют на тот адрес, мне приходится ехать на друг друга. Другую часть города за километров 20, чтобы забрать свою посылку. А там какая-то шняга с Алиэкспресса была. За 50 рублей. Грустно. Я, потеряв кучу времени, нервов и бензина, отправился домой зализывать душевные раны. Через два дня мне приходит очередное сообщение. Уважаемый Михаил Закатунович, ваша посылка ожидает вас в отделении Б. Для получения не забудьте свой паспорт. К тому времени я уже немножко успокоился и в целом ехал за ней в хорошем настроении. Отстояв очередную порцию пенсионеров, подхожу к окошку. Здравствуйте, я такой-то, такой-то, пришел за такой-то посылкой. Будьте так любезны мне ее выдать. Здравствуйте. Хорошо, секундочку. Ой. Просто я подумал, что вы не успели ее оттуда забрать, решила дать вам второй шанс. Спасибо. Этому очень рад. Закончив ругаться и проклинать почту, я отправился в отделение А. В гневе врываюсь в здание, на этот раз не давая бабушкам в очереди ни слова, и подхожу к окошкам. Ой, здрасте, я вас узнала. Как к нам вернулась ваша посылка, я шикать начала, не представляю, как вы расстроились. Девушка, я надеюсь, она сейчас у вас. Да, вот, держите. Спасибо. Наконец-то, наконец-то, ты моя, ты моя. Слава богу, я выиграл и победил, но проиграл войну. Это был просто невероятный калейдоскоп мракобесия. Я, как бы, и сотрудников... Не, на себя еще от поля баба брата, это вообще было бы сильно. Понять могу, у них инструкции, но, блин, не нужно делать того, что тебя не просят. Мне очень интересно почитать ваши комментарии. Больше чем уверен, что у каждого из вас найдутся истории, связанные с данной организацией. Ну, а на сегодня... Почта такая, такая... Что поделать, что поделать. Ну, приходится привыкать. Некоторые вещи, все-таки, приходят именно туда. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите, подписывайтесь на канал Закатун, обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем удачки, всем пока-пока. Пау.